Для гостей у нас есть такая занавесочка, то есть можно будет хотя бы немножко уединиться. В принципе, и мужчины, и женщины могут в одной комнате быть. Минимум излишеств, максимум экономии. Таков принцип каждого хостела. 500 рублей в сутки и в вашем распоряжении кровать в общей комнате на несколько человек, кухня и уборная. Однако в скором времени 80% российских организаций, предоставляющих такое размещение, могут закрыться. Виной тому новый законопроект Госдумы, который уже прошел первое чтение. Наши законодатели решили ужесточить данные требования к хостелам, поскольку непосредственно в городах-миллионниках граждане в погоне за прибылью начали злоупотреблять. Как говорят, в однокомнатной квартире располагается, во-первых, проживают сами жильцы, собственники жилого помещения, еще и оставят до 30 кроватей, что, соответственно, идет нарушение санитарно-эпидемиологических норм. До 2014 года вообще не было законов, регламентирующих деятельность хостелов. Потом появился ГОСТ. Однако, когда поправки вступят в силу, этот государственный стандарт работать перестанет. Основная цель авторов идеи – вывести хостелы из квартир, разместить в нежилых помещениях с отдельным входом. Хотят в такие рамки возвести, но не дают помощи. Наоборот, я считаю, должны были помочь, а они наоборот. И большие деньги нужны будут, чтобы часто людям перевезти, закрыть. Останется много рабочей силы без работы. Ну, я так думаю, они все закроют это все. Как у нас даются квартирки, так и будут тихо, что-то крытое. Свой хостел Александра перевела из подъезда в цокольный нежилой этаж дома год назад. Если закон примут, это будет самый доступный способ размещения бизнеса, говорит девушка. Не против и жителей многоэтажек. В этой, к примеру, сразу три хостела. Ведут себя тихо. Как бы на все замечания реагируют адекватно. То есть никаких ни шумов, ни скандалов оплачивают своевременно. Если какие-то замечания были по поводу окурков, мусора, все это своевременно устраняется. И у нас нет к ней претензий. Однако арендовать коммерческую недвижимость, коей и является нежилые этажи новостроек, гораздо дороже, чем квартиру. И если смотреть в масштабах России, большинство хостелов просто закроются. Если же говорить о Бурятии, по словам Александры, ее примеру уже последовало немало коллег. И в жилых подъездах осталось максимум 3-4 хостела. Так что на желающих посетить нашу республику новые поправки сильно сказаться не должны. Ася Касьянова, Виктор Марханов, Новости дня.